Около полутора месяцев они вынуждены жили в гостиницах и не общались с семьями. Карантин. Сегодня медики вновь могут увидеть близких. К встрече готовится и врач Одинцовской областной больницы Карен Алексанян. Очень хочется увидеть, обнять, поцеловать, конечно же. Очень соскучился. Родители ждут, брат ждет, все ждут, друзья ждут. Вместе с женой доктора ждет ребенок. Ему полтора года. Именно за них, признается врач, он переживал сильнее всего, когда входил в так называемую красную зону больницы, где находятся пациенты с коронавирусом. Честно, было страшно. Не именно заходить, а было страшно, когда уходишь от семьи и понимаешь, что ты идешь на риск. На такой риск, когда можешь и не вернуться. Риск медики оценили не сразу. В первое время и масштаб эпидемии, и тяжесть болезни недооценивали. Вспоминают, новости смотрели как кино, а может просто надеялись на лучшее. Ну, это было где-то в Китае. До нас не дойдет, там еще что-то. Ну, не верилось, что мы тоже будем как-то работать с инфекцией. Но потом и до нас дошло, и начали так же работать, как и все остальные наши коллеги. Вместе с коллегами доктору Александр пришлось привыкать к новому защитному костюму. Травматолог по специальности. Операции он теперь проводил в трех комплектах перчаток. Все равно, примерно через три недели почувствовал симптомы ковида. Когда утром просыпаешься, не чувствуешь никаких запахов. Когда даже брызгаешь антисептик на руки, не чувствуешь его. Это, конечно, настораживает. Вкус врач тоже потерял. А вот других осложнений не заметил. Даже высокой температуры не было. Всего с начала пандемии у Карена Александяна было более сотни пациентов с COVID-19. Сегодня их в разы меньше. 13 на всю больницу. Есть необходимые тесты, а техника выявляет болезнь даже быстрее и точнее, чем они. Доктор Алексанян, как и другие специалисты, добровольно решил лечить заболевших новой инфекцией. Руководство позволяло отказаться. Заведующий сообщил, сказал, что с такого-то времени начинаем уже работать с коронавирусной инфекцией. Если есть желающие, которые хотят уйти домой, не хотят работать, пожалуйста, никто не держит. Возможностью, говорит доктор, никто не воспользовался. Для него самого работа – настоящая мечта детства. О том, что пойдет в медицину, узнал еще в школе. Только направление выбирал до старших курсов института. Думал о кардиохирургии. Сейчас строят планы на ближайшее будущее. Когда власти снимут все ограничения, поедет с семьей на природу. Недалеко. Просто, чтобы перевести дух. И сразу назад. Пациенты ждут. Алексей Пимонов, Евгений Августина, Артем Ломоносов. Телекомпания Одинцова.